Привет, друзья! И снова с вами Сергей Столбов. После записи вчерашнего видео о том, как помочь новичку заработать деньги, как его удержать от непоправимых ошибок, возникло много откликов, возникло много вопросов о том, Сергей, а где посмотреть тренинг нацеливания, про который я говорил? Я вспомнил, что мы его проводили в одной из лекций нашего курса, нашего тренинга «Успех-2014». Начиная с февраля у нас прошло очень много занятий каждую неделю по два раза. И сейчас искать, конечно, можно найти, вырезать, сделать, но я подумал, что для меня тоже будет полезно и для вас будет полезно, если я еще раз в двух словах обрисую, что же такое тренинг нацеливания, который необходимо пройти с каждым не только новичком, а даже и с матерым уже сетевиком. Почему? Потому что это помогает навести резкость, навести, ну, как бы, правильный прицел на то, все-таки, кто те люди, с кем мы собираемся работать. И как проходит этот тренинг? Обычно я, когда общаюсь с человеком, говорю, «Дружище, возьми чистый лист бумаги, нарисуй на нем четыре водоема». Просто четыре кружочка, четыре водоема, да? Ну, примерно вот так. Нарисуй, в первом напиши «мертвое». Если мы говорим про водоем, значит, это рыба, мертвая рыба. Нарисуй рядом человечков, у которых в руках удочки. Примерно вот так. Человечки с удочками, да? Видно. И следующий водоем – это мелкие, мелкая рыба. Следующий – это средняя рыба. И четвертый – это крупная рыба. Ну, если рассматривать с точки зрения рыбу как пищевой продукт, то нам, конечно же, не нужна мертвая рыба, не нужны мальки, хочется что-то либо среднее, либо большую рыбу, да? Такую поймал, заготовил ее, можно всю зиму потом кушать, да? Так, как это делают скандинавские страны, жители, там они заготавливают и замораживают. Но с точки зрения нашего бизнеса, нашей индустрии сетевого, мы рассматриваем это не как рыбу, а как все-таки водоем. Мы, как сетевики, с те самые с удочками. А водоемы – это как раз та публика, в которой мы рыбачим, исча себе продолжение нашего бизнеса, то есть партнеров, которых мы приглашаем в наш бизнес. И первый водоем, вы помните, называется «Мертвый». Почему он называется «Мертвый»? Интересный вопрос. Потому что на самом деле его представляет часть населения. Это те люди, которые находятся рядом с нами. Они живые, они очень живые. Они также ходят на работу, ездят в автобусе, ездят в метро, ходят в театры, они бывают в кинотеатрах, они бывают в аптеках, в магазинах, встречаются с нами на лестничной клетке, они встречаются с нами в гаражах, когда мы ставим или берем машину. То есть это обычные люди. И на самом деле, почему они мертвые? Они мертвые только к нашей идее самостоятельности, к идее собственного бизнеса, идее независимости финансовой, идее идти по каким-то непроторенным дорожкам, идти как бы поперек течения. Но все же привыкли, дом, семья, работа. Две недели отпуска летом, две недели зимой, если договоришься, да, и все, и больше никакой свободы, только работа, работа, работа. Каждый день, пять дней в неделю, люди ходят на работу, они устают, приходят, отдыхают. Ну, кто как. Кто там за любимым делом, кто за книжкой, кто за диваном с сериалами, кто-то с пивом. Таким образом, этих людей на самом деле, я спрашиваю своего новичка, скажи мне, пожалуйста, насколько много таких людей, которые вот живут таким оседлым образом жизни? Ой, очень много. Чем они характеризуются по отношению к нашему бизнесу? Тем, что они никогда не думали, может быть, о дополнительном заработке, о том, что можно рискнуть и начать делать какой-то бизнес свой, да, о том, что можно заняться, быть представителем какой-то компании, уволиться с работы. Да что вы, не дай бог. Я зарабатываю 15-20 тысяч, это мои кровные. 5-го и 20-го, в лучшем случае, я их получу, и это гарантировано. И у меня все спланировано, как говорят мои друзья и знакомые, родственники, очень близкие даже, которые говорят, слушай, получаю 20 тысяч, меня это вполне устраивает, потому что я умудряюсь даже вот ездить на машине, бензин, а даже вот откладываю что-то, с кредитами рассчитываюсь. То есть я умудряюсь вот вложиться в 20 тысяч. И все, и ему не поменять картинку мира. Если рассматривать его с точки зрения потенциального партнера в нашем бизнесе, в МЛМ, то он получается мертвый. Он никогда не читал Роберта Киасаки, он не смотрел фильм «Секрет», он не знает про подвиги Ричарда Брэнсона, да, и так далее. Не знает книгу Наполеона Хилла «Думай богатей», никогда не думал об успехе, о сцене, ну, о чем-то таком, что выделяет нас вот из общей массы людей. И поэтому эти люди, потенциал их к бизнесу МЛМ, он очень маленький. Ну, катастрофически маленький. Им можно показать какие-то другие модели, как зарабатывать, но об этом мы не будем говорить сегодня. Мы говорим сегодня о классическом МЛМ. Товар, компания, товар, продвижение, создание товаропроводящей цепи, создание товарооборота, получение бонусов, получение вознаграждения. Оно может быть маленьким, может быть большим. Итак, эти люди, я спрашиваю своего новичка, как ты думаешь, эти люди вообще могут быть нашими партнерами когда-нибудь? и он говорит, ну, может быть, но пройдет немало времени. Я говорю, да, действительно, пройдет очень немало времени. Несколько лет, 5, 10, 15, а то и 20, а то и 30 лет, пока они начнут понимать, что работают на дядю, что то, что они имеют, это нестабильно, что у них впереди очень туманная пенсия, где абсолютно неизвестно, сколько будет денег и никаких гарантий. И они начинают, может быть, со временем понимать, может, на нем попадет книжка, там, фильм посмотрят, но со временем они, может быть, когда-нибудь через много лет будут готовы сказать, да, наверное, это в этом что-то есть, давай попробуем. У нас с вами, честно говоря, нет этого времени. Если тебе 20 лет и ты пришел в этот бизнес и хочешь попробовать, рискни, посмотри, что будет. Но, как бы я понимаю и спрашиваю своего новичка, скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, вот нашего брата-сетевика в этой аудитории или в этом водоеме много рыбачат? Он говорит, так вообще очень много. Я говорю, а ты рыбачишь там? Он говорит, 100% рыбачу. Я говорю, а результаты есть? Нету результатов. Как гороха в стену. Не слышат, не видят, еще и посылают, еще и смеются и хихикают. И подначивают. Я говорю, хорошо, спасибо тебе за то, что ты сказал. Значит, мы понимаем, нам с тобой этот водоем интересен или нет? Нет. Давай перечеркнем его. И вот такой ставим жирный крест. Все. Нам это не нужно. То есть, человек сразу начинает понимать, что куда-то свое внимание, а оно же у нас одно, всего лишь 100% внимания, мы его куда-то разбрасываем. И мы думаем, как мы будем строить бизнес, да? Мы хотим преуспеть, поехать в поездку, заработать деньги, взять подарки и так далее. Где? Если ты хочешь успеть за 4 месяца сделать Дубай, ты должен понять, кто те люди, которых ты подключишь в бизнес, которые тебе придут и помогут тебе заработать те бонусы, те баллы и ту поездку, о которой ты мечтаешь. Поехали дальше? Поехали. Берем второй водоем и там мы написали мелкая рыба. Мелкая рыбюшка такая, но она там уже живая. С точки зрения аудитории это те же люди. Кстати, первых, вот тех, примерно 80%, 70-80%. Ну, это так, по грубой оценке, но я думаю, вы со мной согласитесь, что их огромное, абсолютное большинство. Вторая аудитория мелкая. Что значит мелкая? Это обычные люди, которые не мелкие, а обычно улыбающиеся, которых мы тоже встречаем везде. Ну, в них уже пробежала какая-то искра. Что-то мало зарабатывать, чего-то не хватает, что-то еще надо. Где бы, где бы взять? Они начинают открывать глаза. Они думают, так, может в интернете? Заходят, попадают на какой-нибудь, извините, хайп, или на какую-нибудь пирамиду, или на какой-нибудь лохотрон. Ну, не буду называть никакие компании, не буду называть никакие принципы компании, чтобы никого не обижать. Но компании бывают разные. Об этом, это вообще отдельная тема, разговор. И вот они попробовали, зашли, и либо преуспели, либо не преуспели. Как правило, 90% всех, кто приходит, вкладывает в хайпы и в какие-то пирамиды, они остаются с чем? Вот со своим носом, да? Со своими интересами, со своей злобой такой. И у них возникает такой панцирь. Блин, и тут накалывают, значит, там нет денег. То есть, эти люди уже что-то попробовали. У них уже есть понимание, что надо найти что-то новое, какой-то источник дополнительного дохода. Они, возможно, уже прочитали Киосаки. Это замечательный классик сегодня бизнеса. именно создатель такого квадранта денежного потока, в котором рассматриваются четыре категории людей с точки зрения занятости. Либо работают на дядю, либо работают значит на себя, да? Либо создают уже свой бизнес и на них работают другие люди, либо они инвестируют и работают. То есть, вот четыре категории. И он очень грамотно сказал, что самое интересное и правильно в этой жизни это создать множественные источники дохода. как Байкал. 336 речек втекает оттуда, 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 потихонечку, да? Вот. И эти люди вот этого и хотят попробовать. То есть, они посмотрели, они думают, что если я сейчас заведу 7-8 проектов, я сам такой. Я прошел через это, у меня было 7 проектов в начале 2011 года, я думал, что я самый крутой. 7 проектов, 7 дней в неделю. Каждый день по одному проекту я буду раскручивать, я буду сказочно богат. Вот так, такой фейерверк. Где я? Нигде, я везде. Какой результат? Да никакой. Потому что нигде нет концентрации, никаким делом серьезно не занимался. Так вот, и у этих людей, как правило, именно вот такое сегодня состояние. Чего они хотят? Они хотят также преуспевать. Они хотят какой-то надежности, стабильности, но у них есть желание, чтобы это было как бы на халявочку, меньшим трудом, чтобы это было вот раз вложил, а потом сидишь, куришь, а тебе бабки там дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Но это иллюзия. И продавцы иллюзий таких существуют сегодня, которые только так вот заманивают. Эй, самый лучший проект, эй, новичок зарабатывает 25 раз больше, эй, посмотри то, эй, посмотри то, мы самые крутые, мы самые первые, у нас лучший, лучший инвестиционный проект, только заходит, новая компания, еще даже не было открытия, еще даже... И таких песен во! И что делают эти новички? Они туда несут свои деньги, вкладывают, вкладывают, вкладывают. В результате получают, что? Негатив. Второй водоем, он по сути, никто из них там не заработал больших денег, но желание у них уже какое-то есть. И я говорю, рисуй вот рядом там тоже эти кружочки с ножками, с ручками, да, и тоже рисуй удочки. Как думаешь, много здесь людей? Много. Много рыбаков, которые рыбачат мелкую рыбку. Но если мертвый вообще не наешься, то мелко чуть-чуть можно наесться, да, самому. А нам надо прокормить семью и прокормить свою группу. Что для этого надо? Мы понимаем, что потенциал, кстати, давайте поговорим о потенциале. Потенциал вот этого второго водоема, он уже больше, чем первый? Конечно, больше. Но там надо, опять же, особое количество времени для того, чтобы поправить людям мозги, дать им те же книжки, те же фильмы, те же какие-то материалы, для того, чтобы у них произошла какая-то переоценка, чтобы они увидели и услышали, чтобы у них выдвинулась антенка и поймала вашу волну. Это труд. Он может быть вознагражден. Опять же, сколько у вас есть времени. Если у вас, вам 20 лет, и вы хотите исправить таких людей, но у вас еще нет своего жизненного опыта, чтобы его дарить, поэтому все-таки куда надо направлять свое усилие, определяйте сами. И я говорю своему новичку, тебе интересен второй водоем? Он говорит, ну как бы так, нет. Я говорю, а ты готов идти к более крупному? Ну еще не готов. Я говорю, давай тогда наполовинку вот так расчертим, что половина наша, 50% мы готовы здесь тратить свое время. Потому что здесь могут быть хорошие люди, здесь же твои друзья есть? Есть. Все, можешь с ними работать, только тебе надо показывать им новый образ жизни, новые возможности, новые картинки, новые образы. когда они будут понимать, что да, вот то, чем ты занимаешься, в этом есть что-то ну очень хорошее. Давай, говорю, посмотрим третий водоем. Там уже средняя рыба, такая, которая продается в магазине, которую можно наесть и самому и накормить свою семью. Супер! Кто те люди, которые плавают в этом водоеме? Это те, кто уже прозрел, что в индустрии МЛМ есть деньги. это тот, кто когда-то уже попробовал, у него что-то получилось, но потом либо закрылась компания, либо попал не в ту команду, либо попал не в те условия, либо произошло какой-то там коллапс финансовый, еще что-то произошло, и человек, допустим, начал уже подниматься и потерял. Но здесь сегодня на самом деле количество людей очень хорошее. Процентов 20, может быть, даже 30 сегодня находятся именно в этом третьем водоеме, которые, как уже знаете, такие зубастые, они как щука. Они уже ищут свою добычу, они уже сами ищут. Их поймать непросто. Как на днях сказал мой спонсор Ольга Нила, мы с ней вели беседу, и я ее пригласил на конференцию своей команды, она сказала, что сетевика купить невозможно подписать. Его надо купить. Или с ним надо заключить некий такой контракт. То есть поэтому что мы делаем? Наша задача общаться с такими людьми. Я говорю ему, скажи мне, пожалуйста, тех людей, которые здесь сидят и рыбачат много, он говорит, намного меньше. Я говорю, да, действительно, почему? А потому что они не готовы еще, люди сами маленькие, не готовы общаться с большими людьми. Но есть вот такой образ ошибочный, это как бы ложные данные, что ты вот такой маленький, а они вот такие огромные, ты такой ничего не умеющий, а они такие мощные, у них все, крутая шляпа, кожаный плащ, дипломат, пистолет, кобурет, котлет от денег, они такие все крутые, крутые тачки, если ты им что-то скажешь, они тебе сразу чипов, щелчок по носу, и ты исчез, да? На самом деле, это ошибка. Они такие же, как ты, у них два глаза, две руки, они так же умеют разговаривать, им так же интересно с кем-то знакомиться, общаться, получать какой-то опыт, вот, поэтому, можно общаться с другими людьми, если ты готов сам, но для этого, что ты должен, конечно же, уметь общаться, хотеть общаться, тренироваться в этом общении, вот, у меня есть интересные мои друзья, партнеры, которые сегодня поставили для себя целью, просто идут в лоб к сетевикам, к сетевикам, к матерым, идут и с ними общаются, когда их пытаются тьпокнуть по носу, они говорят, я вижу, что вы меня хотите долбануть побольнее, а меня это как-то не берет, почему? А потому что я сегодня поставил задачу научиться работать и общаться с вашим братом, мне это интересно, я обучаюсь, если вы мне дадите опыт, будет классно, спасибо вам, и они продолжают общаться, и в конце концов он подписывает этих людей, а там чуть ли не первые чеки компаний, круто? Круто, почему? Внутреннее решение, внутренний стержень и внутренняя уверенность, что у меня это получится, опять же, я его спрашиваю, своего новичка, скажи мне, пожалуйста, как много таких сетевиков, которые сегодня готовы работать по такой схеме? Ну, он говорит, ну, не так много, я говорю, да, на самом деле, не так много, потому что, ну, не все уверены в себе, и не все обладают мастерством общения, да, а это самый козырь, учись общаться, учись общаться, опять же, отправляю человека на тренинг искусства продаж, есть у меня еще тренинг-усилитель мощности, это вообще потрясающие данные, которые сегодня способны еще шире сделать человека, раздвинуть, делать его масштабным, сделать его, вот, на уверенном, на все сто, получить стратегии, которые приведут его к жизни, но это отдельная тема, усилитель мощности, пока до него, я говорю, иди посмотри тренинг искусства продаж, научись, потренируйся, потренируйся на мне, как на наставники, и вот самое приятное, что уже несколько человек, моих партнеров, из глубины, из первой линии, пришли и потренировались вместе со мной, мы составляли послание, мы составляли разговор, мы говорили о том, что для человека может быть близко, какие у него ценности, что его зацепит, что не зацепит, как себя с ним вести, как открыть вот такой висящий замок, как убрать забрало, которое стоит перед собой, любой человек в начале, мы можем быть очень интересными людям, мы можем быть им очень полезными, и когда у нас в душе такое послание, зачем я иду к человеку, чтобы ему помочь, чтобы ему принести пользу, и он это чувствует, а когда, если бы я, допустим, шел так, я хочу его записать к себе в команду, я хочу, чтобы он мне привел тысячу человек, я хочу, чтобы он мне принес кучу денег, я хочу, я хочу, я хочу, он это чувствует, он сразу блокируется, ага, парень, ты хочешь на мне нажиться, да, ну вот, извини меня, нашел лоха, нет, и все, и выключают коммуникацию, что такое коммуникация, это вот порт USB, вилка и розетка, чик, воткнули, мы можем какое-то долгое время находиться с человеком на коммуникации, пока кто-то не последует своему желанию расторгнуть, либо вы извлекаетесь из коммуникации, либо он, но если вы общаетесь и нашли общий язык, вы можете вот в таком состоянии прожить целую жизнь с человеком, привет, привет, дружище, как ты, как у тебя дела, все супер, слушай, рад тебя слышать, ну что нового в жизни, вот, и я узнал то-то, я узнал то-то, слушай, ну, смотри, может попробуем вот это, может попробуем вот это, на простом, на исходящем потоке, на интересе к человеку, я думаю, вы меня понимаете, те, кто со мной уже поработал какое-то время, они знают, и сегодня я получил, опять же, мощное подтверждение от одного из наших партнеров, эта девушка, она вчера проводила вебинар, провела его просто фантастически, деловую встречу, на что я ей дал просто подтверждение, в ответ получил еще большее подтверждение, что я чем-то, чем-то, что-то помог, что-то сделал такое, что у человека изменило его мировоззрение, его уверенность в себе, и он сказал, вау, по поводу третьего водоема, там не только сетевики, вот это важное замечание, там сегодня еще, просто пласт людей, которых никто не брал, никто не трогал, это бизнесмены, среднего и малого бизнеса, у которых сегодня статистики, либо вот такие, либо вот такие падающие, надо вот этой рукой показывать, график, бывает вот такой график, это хороший, а если такой график, это плохо, когда вот такой график, это страшно, когда вот такой, все, сливай в воду, так вот у них сегодня, вот такие графики развития бизнеса, давят сети торговые, давят сегодня обстоятельства, давит кризис, И конкуренция очень великая И что они делают? Они просто теряют объемы Они говорят, Сергей, мы в минусах Уже вот третий месяц мы в минусах И понимаешь, что для них сегодня нужна какая-то вручалочка, палочка А что им дать? А им надо показать Есть очень интересная стратегия, как зарабатывать деньги на простом потреблении Когда ты сам Но об этом будут отдельные видео Нам есть что им показать И в том числе мы можем показать модели, которые как раз называются MLM Мир MLM сегодня это та индустрия, которая способна сделать людей богатыми Которая способна сегодня многим очень помочь 85% Америки, Канады и Японии сегодня работают через MLM Это компании А на нашем рынке сегодня пришло время профессионалов И поэтому, друзья, надо сегодня обращать внимание на то, что наша индустрия становится все интереснее и интереснее Делайте приглашения и помогайте людям добиться успеха Мы в ответе за тех, кого приглашаем Как видите, статья известного вам автора Сергея Столбова Вот так, ребят, надо работать, не покладая рук Просто вокруг нас невероятные возможности Мир MLM только входит в нашу жизнь В наше русскоязычное пространство Люди еще не знают о тех возможностях И количество людей, которые приходят в компании, оно огромное Только за октябрь месяц в нашу команду, в нашу компанию Влилось 46 тысяч дистрибьюторов Ну как вас, впечатляет такая цифра? Почему? Потому что суперкомпания с менеджментом обалденным Идеальные продукты Идеальный финансовый план И, естественно, возможности для людей И поэтому люди идут И если вы будете уже готовы со своим флажком Вот я, лидер MLM-компании Я готов сегодня помочь другим людям Пожалуйста, ко мне Свободная касса! Свободная касса! Свободная касса! Как вам такой образ? А это будет! И я говорю новичку Скажи, ты готов брать на себя вот этот третий водоем? Он говорит, ну так, немножко, 50 на 50 Я говорю, смотри Про четвертый водоем тебе рассказывать? Он такой, ну да, конечно, я же хочу знать Я говорю, ну хорошо Смотри Давай Четвертый водоем Ты нарисовал У меня написано Крупная рыба Видно, да? Крупная рыба Кто такие крупная рыба? Крупная рыба это люди, которые большие в этой жизни Это, конечно, сетевики Которые являются наставниками в разных компаниях Вы знаете, не всегда они счастливы Дойдя до какого-то уровня по маркетингу Например, я знаю, что в некоторых компаниях Есть какой-то там серебряный, там еще какой-то лев, например Когда человек его достигает, он понимает, что денег там нет на том уровне Ущербный маркетинг, то есть там все обрезается теми, кто внизу Человек достиг вершины А кроме красной ковровой дорожки ничего больше нету Денег нету И он начинает задумываться А туда ли я попал Есть люди, которые заработали большие деньги в компании Но сегодня зарабатывают там одну, две, три, четыре тысячи долларов Всего лишь в месяц При этом выполняют большой объем работы И они понимают, что они сегодня могли бы зарабатывать больше, намного Десять, двадцать, тридцать, сорок, сто тысяч долларов Как вот Ольга Нилова рассказывала В Макао со сцены сходит дяденька, его только что представляли Он зарабатывает сто тысяч долларов С виду, ну такой простой дяденька, чуть ли, извините, не колхозник А он зарабатывает сто тысяч долларов В индустрии MLM В нашей компании Что он для этого сделал? Он просто работал Он просто работал, его спросили, какие твои секреты успеха Он сказал, да всего лишь три секрета Первое, это надо работать как китайцы Ну это мы переводим, что надо работать много Второе, это надо использовать систему, как европейцы Что такое система? Это то, что сегодня пытаются найти или создать многие сетевики У нас это сегодня и есть Система, которая помогает рекрутировать людей На девяносто процентов она работает за нас Приводит на линию коммуникации, проводит презентацию Потом заводит человека, она делает его партнером Заводит на тренинг Потом делает его уже стартовавшим Потом его просвещает уже на академии И он становится лидером А потом он начинает обучать своих Система Девяносто процентов у нас сегодня есть И третий вопрос, он сказал, надо быть скромным Как тайцы Очень хорошая рекомендация Но мы говорим сейчас о четвертом водоеме О крупной рыбе Так вот, кто такие крупная рыба? Это вот Ольга Нилова Ну, Джейсон Караманис Это такие люди, как, допустим, Атам Амедов в разных компаниях Да, лидеры Это такие люди, как Олег Пермяков Роман Лаевский Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? Это лидеры компании Которые являются сегодня медийными личностями Шанс Приобрести такого человека в свою команду Он маленький Но он есть Лариса Зубарева, когда Думала о своем бизнесе Она Ну, просто 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 взяла и сказала Олегу Пермякову Слушай, Олег, на, вот есть такая штука Которая поможет тебе В твоей жизни Вот улучшить качество езды И, может быть, принесет много денег Все, что она сделала Она поделилась информацией И что она сделала? Она поймала такую рыбу Которая сегодня является ее, наверное, самым большим трофеем Ну, если можно так говорить Но она Просто счастлива Потому что она Поймала Лидера Мега-лидера Ну, я думаю, что в этом крупном Крупная рыбе Она же бывает Не сильно крупная Бывает сильно крупная Там есть люди С которыми надо знакомиться С которыми Во-первых, почему надо с ними знакомиться? Потому что Это люди, у которых есть своя мощнейшая история Если ты ее поймаешь Начнешь Вот эту историю Ей напитываться И использовать Книжки и знания Ты по-любому будешь улучшаться сам Ты будешь расти Ты будешь увеличиваться Тебя будет вот здесь Намного больше И ты будешь намного Ну, как бы Осознаннее относиться К этой индустрии И к своим возможностям Тебе уже не надо будет Потом какую-то свечку Подставлять под одно место Она у тебя уже там сама Появляется Вот такой четвертый водоем Тебе он сегодня интересен И разные новички говорят Ну нет, что ты, что ты, что ты А кто-то говорит Да, интересен Я пойду туда Я говорю, хорошо Но что надо для этого? Надо самому пройти Определенную степень развития То есть Мир МЛМ это что? Это Это жизнь Которая В которой мы делаем сами Путем Нашего Обучения Да Мы поднимаемся По личностным Каким-то Шкалам Мы становимся Более успешными Более уверенными Более Грамотными И Более Дееспособными Да Мы начинаем делать Правильные вещи Круто Круто И я думаю, что ни одна индустрия Кроме МЛМ Не дает нам таких возможностей А наша Дает Очень даже Хорошо И Поэтому Все приходит со временем Вы знаете Повторюсь Путь к успеху Это Десять тысяч часов тренировки Есть точка А Есть точка Б Вот надо просто пройти этот путь Тренироваться 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 И не отступать. Если я отошел, считай, что откатился. Прекратил, считай, что откатился. Вот просто выбрать себе путь, поставить цель на один, на два, на три, на пять лет. Я буду в этом бизнесе ровно, допустим, год или три, и я пройду его до конца. Я вижу, как работают другие, я вижу, как у них получается, и я это смогу. Вот скажу честно, в моей жизни, когда я был в Международной школе инвестиций и финансов, я только ее увидел первый раз, когда мне показали ее в интернете, страничку, то я увидел и почитал результаты людей, которые сегодня, ну, которые были ее лидерами. И там мне очень понравился один парень, который такой вот, ну, симпатичное лицо, на него смотришь и просто вот, ну, думаешь, вау, классный парень, да? И он пишет, мне так повезло, я так постарался, я так захотел, и я сделал в первый же месяц 5200 или 5400 долларов. Я думаю, вау, и мне так, знаете, вот, ничто меня не остановило, я сказал, если он может, значит, и я могу. И я сразу же в этот день вступил. И так только потом я узнал, что это оказался Генрих Эрдман, да, который уже работал давно, который давно занимается личностным ростом, пишет свои книги, имеет огромную команду людей, которые за ним идут. Почему? Потому что они знают, где Генрих, там деньги, где он, значит, там что-то хорошее, какая-то такая правильная тусовка. И я понял, что я тоже стану таким человеком, потому что за мной и люди пойдут, и деньги пойдут, и команды пойдут. Почему? А потому что вот есть вот это желание, есть эта энергия, и ее хочется именно передать и делиться. Именно поэтому я сегодня записываю это видео, потому что я думаю, что оно также будет полезным для вас, дорогие друзья, дорогие партнеры. И оно дополнит вчерашнее видео о том, как помочь новичку зарабатывать деньги. Мы в ответе за тех, кого приглашаем. Поэтому наша задача сегодня продолжать, продолжать, продолжать и продолжать. Шаги самые простые. Каждый день мы отрабатываем навык общения, мы отрабатываем навык приглашения. Как говорят мои друзья и партнеры по бизнесу говорят, надо наловчиться, приглашать людей на деловую встречу и получать от этого удовольствие. Чтобы это была не нагрузка, не тяжелая работа, а игра. Вот выйдите на состояние игры. Ты играешь в бизнес. Ты знаешь все его правила. Ты знаешь, как победить, и ты веришь в себя, и ты победишь. Шаг за шагом, день за днем, и тем более используя такие удивительные инструменты, которые дает бизнес MLM и индустрия Wellness, и, конечно же, наша компания, наша команда JANES. С вами был Сергей Столбов. Увидимся в новых видео. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»